мне здесь абсолютно все устраивает вот это все наш монастырь он кусок когда возник в москве откуда ты приехал это было город контрастов это москва пустите маму легкое немецкое вино и недорого угощал наших сотрудников вареньем а ты прям можешь славить варенье мы хотим жить и работать в своей стране только без ваших погонов ваших прокурорах ментов и прочих у ёбков да мы летим сегодня в лондон летим по работе мы делаем съемку и интервью для журнала холл которым я руковожу уже 16 лет с одним очень интересным героем и решили воспользоваться этим путешествием и заодно сделать с ним программу свет вокруг света женщин чью аркин чич варкин чич я давно в лондоне не была очень рада уже года четыре не было точно а может а ты кстати очень сливаешься с этой история вообще подумала что ты вот чисто внешне могло легко быть местным ну начнется того что идет дождь зато он такой элегантный водитель ну что я понимаю же не чуть варкина почему он обосновался здесь и уже 10 лет не возвращается в москву мне кажется что ему просто здесь очень приятно жить а я не вижу где звонок же не ну что пойдем так интересно нас кто-нибудь ждет мастер пройдемте здравствуйте мы же к вам иди сюда ты узнаешь как я познакомилась твоим мужем что наверное можем парнем он когда возник в москве откуда ты приехал я родился в над ленинской проспекте 95 была какая-то история то ли компания тебе сразу слагались какие-то мифы вот как бы ну то есть ты возможно коренной москвич но что-то сразу же ты возник достаточно стремительно папа коренной москвич но все-таки я знаешь что попробую тани рассказать как я познакомилась твоим парнем мне вообще нравится вот такая формулировка парень он этого не помнит что приятно понимаешь пьян был что нет он ну а пьяным и всегда как мы знаем нет он не был пьян он просто как какое-то явление возникло в тусовке вот я расскажу свои ощущения правда так и было же явление в тусовке я всегда чувствовал что сразу очень сильно обратил жизнь внимание что ты прямо уже тогда отличался и внешне по поведению и по каким-то с твоим вот каким-то не только вот внешним проблем как вот вот сейчас я рядом с тобой у тебя есть твоя какая-то энергия которая очень низкая энергия низкая говорит моя знакомая твоя подруга ветлицкая калиюга время низких энергий мы когда поедим будет все гораздо лучше да на рублевке тогда любой новый человек это какой какой-то год был например я переехал в двухтысячном вот в двухтысячный год а теперь внимание в это время вышел мой любимый автомобиль тогда porsche к м вдруг на рублевке возникает этот новый автомобиль но он крайне странно выглядит почему потому что на этом великолепном автомобиле нарисована ведьма на метле голая нет не голая когда порнографическая но там немножко было видно сосок на этом он не остановился номера были три шестерки я не знала кто так изуродовал мой любимый автомобиль и потом а я поняла что машин то это 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 имеет отношение к этому странному парню который выглядел всегда очень импозантно потом чуть позже ты приходишь в сумму допустим иногда заходим в сумму что греха таить я своему другу байеру говорю блин на хрена вы покупаете вот эти крокодиловые золотые дорогущие ботинки кто их купит это мой разговор кто-кто чичваркин купят потому что я у них покупал крокодиловые туфли одни единственные на свадьбу нет на 30-летие это было 30-летие 30-летие нет одни единственные крокодилов до 30-летия света меткиной а этот недавно разбирала свой старый гардероб который нас так вот как мы строили как так вот и да как вот и дальше мы с федором приезжаем на веранду удачи к нашему товарищу аркаш новикова саш суркину и вот сидит этот парень тогда я не знаю ну тоже и на тот момент прям парень же был дон и сейчас парень не не поверь мне парень вот просто не нет нет обратить внимание настоящий парень сидел и не смотрел на хуже выглядел значительно хуже правда выглядел значительно хуже за мне вот абсолютно не нравятся эти фотографии то есть я когда смотрю на старые фотографии я понимаю что никогда такой я смотрю думаю что всегда да мне тоже кажется что сейчас горит смотри чуть ли не зыгарь ты знаешь на самом деле все равно ты хорош зыгарь вас родни только то что вы очень себя любите а это наш уже полдела победы вот реально вот такое чтобы человек так от себя тащился это тоже нужно уметь зато ты не умрешь от страсти кому-то у тебя всегда есть серёжа не расслабляйся я переслушаю потом буду цитировать чувствую будет в избранном хорошо вот мое знакомство дальше действительно не возникла дружба потому что мне кажется женя тот человек с которым подружиться так вот лихо не так просто если про то время когда только что переехал на рублевку я ко многим людям относился действительно с большим недоверием это чувствовалось поэтому вращение что может провинциально баре хорошем смысле сейчас без прикола вот провинциальный парни наоборот вот так там всякие там менты чиновники вот эти вот люди с мигалками вот я мешали нам ездить я искренне я их искренне ненавидел и сразу сразу конечно я же на рынке еще торговал до этого а какую музыку ты любишь какие твои любимые есть четыре наверное направления разные направления это старый советский постсоветский рок это грустные люди поющие о том как все плохо ну вот старые алкоголики есть отдельная музыка это классическая рок 60-х 70-х английская старые наркоманы вот ну rolling stones в цепле на так далее эй-эй-эй-эй я очень люблю сип-панк и это совсем когда плохо это там гражданская обороны очень хорошо но я еще не на симон люблю вот уже не есть отдельная тема это дарккабаре это тоже алкоголики и это цирк бородатые женщины люди на веревках вот эти отходники депрессники и там насмешки над смертью над устоями и так далее дарккабаре как оно у нас есть вета что утром когда я в доме выходные выходные я очень прошу я вообще очень омалом прошу не включать это самое смешное что было я очень омалом прошу это можно вынести можно вынести с утра в воскресенье русский рок и мы сегодня включили с утра было похмельное утро и мы включили естественно на татарском да это 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 очень духоподъемный очень духоподъемный главное там одно слово которое узнаваем это электричка вот нет два послушаем это произошло мы приехали в лондон чтобы послушать на татарском языке а можно фото вот такое нужно втянуть живот картина чего умер осел знаешь осла поставили между двумя одинаковыми стогами сена ровно посередине и он и он умер от голода аккуратнее это у меня подпись будет к инстаграм можем пойти в дом немножко поговорить там это все твои шляпы или тут есть там есть талина конечно парочку но я понимаю папаха танина и вот это не загородная твою а ты часто ходишь шляпах я когда напьюсь вечером собаку ли шляпы всегда да да великолепно натурально дают привычки нет они причем не идут но мне тоже все идет но как-то нет это это реально нужно нажать так мы можем пойдем смотреть клубничку в каких-то шляпах дай мне шляпы я тоже один шляпу любую шляпу мне к смею желтая может она черная-то она желтая это странно желтая большеватым а мне нормально небольшая голова не так чуть-чуть давай делай как всю клубнику одну дадим если мы найдем мне а все остальное тебе я даже выступлю алисе шляпная церемония а это как знаете как алиса стране чудес как и лодку назови так она и поплывет но все заживем алиса здесь прекрасно клубника но она без сахара она я боюсь представить что будет когда-то будет солнце когда солнце мы один раз ведро наварились пересаживаем каждый год как-то угощал наших сотрудников вареньем потому что в какой-то момент его было слишком много смотри прям можешь сводить варенье на пятиминутку как я живется в лондоне очень хорошо очень хорошо жить здесь это лучшее место для жития здесь более медленно и тяжело зарабатываются деньги а жить здесь отлично но ты приехал сюда с тем что ты мог уже себе позволить жить здесь я над этим работал да я знаю ты здесь живешь 10 лет 1111 на 2 меньше чем березовский гости царство небесное по факту по факту да сколько друзей у тебя новых возникло в этом чудесном городе в нашем русском понимании друг друг у меня всего один близкий и но не отсюда то есть при новых друзей 5-7 человек разной степени близости ты много лет не приезжал москву и еще много не приедем не приедешь ты совсем не скучаешь я совсем скучаю но совсем не приеду совсем не приедешь кто твой самый близкий друг тимур артемьев вот мы с ним вчера и выпили сколько лет ты с ним дружишь 42 а таня твой близкий друг да потому что она красивая сексуальная потому что она здесь ждется потому что она умная я очень и сексуальная самое притягательное в татьяне это конечно интеллект ты из петербурга да а сколько лет вы вместе с твоим парнем вместе ты каждый раз я только что я кто-то что превознес интеллект на парнасы 8 8 8 приятно что мне 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 приятно что считаешь с конца одиннадцатого ну я считаю типа сначала румана ну 8 8 лет то есть мы знакомы где-то познакомилась жень на собеседовании ты пришла к ним на собеседование он меня позвал а ты сразу что-то такой матч а ты же что ты делаешь нет я я потому что странно что такая умная красивая девушка хочет так мало денег я вообще не хотела больше нет я вообще не хотела денег я меня пригласили я пришла знала кто такой чечеваркина я знала но только по уже событиям когда же не приехал в лондон то есть все что было в россии ну то есть в питере евросети не любили кто там владеет евросетью которую не любили как то всем было ну хорошо в моем окружении все равно но это есть я настолько была далека от этого я принципа ходила пополнять счет в ультру который тоже принадлежала жени это был такой удар для меня потому что я помню осознанно что я свои там три копейки не хотела нести в этот желтый магазин потому что ну как бы это вообще противит всем петербургским мне кажется принципом и я думаю хорошо ладно там вот ультра дано красно-белая ну так уж и быть а потом же они не голубая а потом же они мне сказали что это тоже было их если мы специально стали переделывать для специально петербуржцы пойдемте дальше алис держи самую сладкую мы думали что охотятся евгений охотятся не евгений охотится татьяна а евгений уже сделала теперь мы охотимся на она на что на кого-то хочешь только на птиц то есть я стреляю только птиц куропаток фазанов ты видела фильм фаворитка да я тебя сейчас прям приносядно очень сексуально ну то есть я никогда не было бы некомфортно стрелять столько птиц сколько мы не смогли бы съесть то не охотится я готовлю если мужчина не умеет готовить значит он практически ничего не умеет ничего делать на мой взгляд но для меня это прямая связь по для меня абсолютно такая химия же это же как волшебство теплые теплые вот эти печенки и сердечки с луком и на тост на этом на гриле а женя мне подарил на новый год и приезжала приезжали приезжали мои родители и здесь под елкой лежала вот это вот а ты не знала что там я не ну я по форме как бы догадывалась ну и учитывая то что новое увлечение и я начала развертывать что какой женщине дарят ружье на новую и причем но на дико красиво там полностью сделано вы выбрали из кустов дерево выбрана древо вручную сделано его можно будет передать следующим поколению так мы сейчас идем смотреть идем смотреть гардеробную евгения чичваркин интересное место мне кажется я практически подукрал черно-белый стиль для официальных всех вещей но это это моё все в этом есть розовая шуба но так понятно пусть вы красок пусть вы кран нет еще есть вода красная штука на охоту и розовая шуба вот это две цветами это киркоров это киркоров это реально у киркорова такой же только красный это костюм цыпленка а тебе прям хорошо во всем этом даже костюм стрельца пришел человек на встречу к жене в этом пальто был декабрь женского слушай можно я куплю это пальто человек пошел голый в декабре по лондону обратно ну то есть на самом деле возвращаясь к птицам например фазаны они же красивые а в фазанихе они такие серенькие вот у нас вот так в семье фазанов не фазаниха решает а у нас видишь по-другому алина там ты любишь алина кто же не помню кто же отличный ответ компашка еще мы это сколько мы видели людей на улице 0 их здесь вообще нет да это мне тоже нравится ну я вот не знаю мне дико тихо дико тихо ну да это еще воскресенье в этом районе москвы можно приехать сюда оглушающая тишина из жуковки переехать сюда прекрасно в таком домике во всех этих райончиках вот такие парки они исключительно принадлежат вот этим домам а у тебя есть личный ключ и для того чтобы туда пойти погулять надо иметь как минимум этот ключ я так и гуляла когда жила какое-то время поэтому городе лицо вторая по стоимость на острове кто-то говорил что есть и как бы две истинные инвестиции это латур 61 дом на болтон здесь две семьи миллиардерские которые я знаю что просто кто их управляет деньгами фамилия покупочки за границей делали давайте чемоданчик откроем посмотрим американцы очень серьезные американцы очень серьезные индусы край малайзийцы крайний дом стоит стоит вот он не последний он именно крайне углу 40 40 миллионов уда эти дома никогда не бывают больше чем 90 60 или 30 дней потому что они все и вот эти вот все дома идут вот так же в августе в августе 4 4 домах из 27 свет горит все где-то как налоги здесь огромное количество лис на леса вот вечером когда мы идем несколько лис встречаем мусор выставляют они это подъедают но они дико неприятно кричат то есть когда первый раз ты это слышишь отличный огромный а еще каждый лондонский житель находится в семи метрах от крыс это вот а у нас всего одна в россии но в кремле здесь родина агата кристи а вот так вот до дома агата кристи ты вот 300 метров по прямой а вон там так как хорошо у нас все получилось мне кажется да все кисуня алис не приходи дорог пока до свидания 5 5 когда нас медведев пришел 8 12 вот 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 10 11 12 для меня в москве был нереально хорошо я туда еду до приезжала и мне казалось что вот она вот жизнь она там и до обстоятельства что ты находишь сейчас не там где ты должен ну да и и было все эти мысли что серия может быть на самом деле нужно вот туда обратно что такая жизнь и все такие классные очень странно а сейчас дикой стран после этого но ну то есть в двухтысячных это это был такая немножко дичь а а здесь было в девяностых в девяностых она была другая дичь двухтысячных тоже это было все период первого первичного комплекса такой свежий легкий белый жирок такой еще не который не вред не желтый школьный старый вот грануляр какой не содержанки тоже понравились кстати там я даже есть первая серия а то там я есть у себя дома женщин женщин мне не понравились потому что у них искусственных грудь не у всех а а а ту который была нормальной грудью убили это правда искусственный у всех женя не задашь я их всех знаю сиськи знаю на что у кого мне неприятно даже не это шинбаум она же там у нее не искусство вот же не считать не мы только предыдущая программа у нас ира старшинбаум идеальные сиськи даже некоторые думают что ответственно заявляю не понаслышке у нее своя грудь с ней вообще сделали программу случайно встретились в бодруме в отеле как макаки защита куб я этого не утверждал как раз на правах друга кости богомол в по каждому поводу звонил мне говорил свет а можно сейчас все зайду и там что-то подсниму я говорю ну заходи а игры я в халате от как раз то что надо где я сижу в синим халате в синей комнате он ко мне забежал дальше он говорит а можно к тебе фанни студия там что-то надо игра ну и это у меня небольшая йога студия пилатцы йога заходи да вот вот это вот а дальше а дальше а можно в бюро бьюти игры на тайка чтобы там вообще все было видно где-то и у меня первой серии этого содержанных и мне потом звонит мой папа как папа посмотрел первый серий он тоже как нормальный мужчина любит как бы там много голых женщин все ему понятно заинтересовался самое главное видел меня в первой серии говорит я как дурак и дальше жду когда ты появишься я появился эпизодически в первой серии в пяти первых пяти минутах а ты йогой занимаешься каждый день да нет конечно я жутко ленивая это миф но который я не могу разночить каждый день ну надеть чаще заниматься то что к сереже со мной познакомился вообще он считал что мы любовницы живем вместе надеялся даже надеялся как он сказал это такая классика и дальше он ко мне подкатил там в одном месте у нашего друга общего на дне рождения договорился о свидании я нечего я не очень хотела телефон через пять минут потому что я не знаю кстати быстро он очень быстро я не давала в этом смысле телефон есть который никому не давала давала конечно это такое я очень люблю когда записано не брать не брать да 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 не брать тот мудак из бара короче говорю мы с ним идем на свидание не первое свидание кстати она была вообще странным серёжа держала мне за руку и все свидание почему-то ну это не то страха скоро я даже в это поверь сереж есть такая странная манера может даже не вас держать сергей за руку видно у меня в процессе разговора понравился когда я шла на эту встречу я вообще не понимал зачем я иду а знаете на что он не купил все-таки девочки где-то у них тебе есть маленький подарок я понял что вряд ли от парену не счет серьезное подарят но уже такое внимание было сюрприз как-то и правда я потом очень был приятно сережис вам маленький подарок маленький подарок это была собачка а второй раз когда мы встретились он мы договорились где-то на патриарших он встретил то ли свою бывшую девушку или подружку твоя бывшая девушка какая-то такая была история и у него лежал телефон и а я немного опаздывал как приличная девушка и у него высветилась света бондарчук или как этом где была обозначена и она смотрят и говорит а что ты с ней встречаешься ну да мы сейчас там встречаем встречаемся как пара встречаемся типа идем обедать это канал лесбиянка он сказал да так было и он побежал быстрее это я не знаю в общем это реальная история сейчас мы едем в ресторан тани и жени который находится на улице пикадиллия ресторан называется хайт это новое модное место в лондоне у этого ресторана уже есть одна звезда мишлена и очень интересно что же там будет происходить с нами кандулаки и сзади и такой голос можно с вами сфотографироваться и она такая разворачиваться и человек идет ко мне и 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 ведь хлеб печется всегда только в этот день из там пяти до семи утра и масса который делает маста делается здесь и хлеб это то почему мы влюбились повар который здесь который а я даже прямо сейчас признаться что для меня хлеб это и да без которой я не могу Хлеб и сливочное масло. Когда ты заработал первые свои большие деньги, сколько тебе было лет? А что считать большими? Для меня миллион больших деньги. 26. И что ты в этот момент почувствовал? Что ты с ними сделал? Мы предупредили нашего финансиста сказать, когда у нас будет миллион долларов. Он этот момент прощелкал и говорит, «Ребята, извините, уже два». Это гениально. И что ты тогда почувствовал? Я просто знал, что мы туда идем. Мы идем туда на такой скорости, что мы туда точно придем. Вокруг конкуренты. Мы просто видели все ошибки. Люди стреляют себе в ноги. Кто-то уже заработал чуть-чуть, уехал какой-то на яхте. Кто-то там бухает. Кто-то там собирается вечером, какой-то играет в мафию. А мы работаем. Просто мы по-честному к нему относились. Ну вот кроме связного, они все были уже изначально рангом просто ниже. У нас метод был один – ценный. У нас не только со связным, только с Ноготьковым общались спокойно на равных. Как мы знакомились с Яковлем Сельдорадо – мат, угрозы, стрелки. А потом тоже подружились. Как это самая первая твоя большая покупка? Там большие покупки. У меня были и ювелирка моей бывшей жене, и самые затраты на аренду самолета. На самом деле козырное место, потому что кроме того, что мы на Пикадилле, которую каждому советскому человеку… Я вышла на Пикадилле. Там Грин Парк, там Ридс. Здесь куча трафика. Есть всякие детали. Например, в каждом столе есть зарядки для телефонов. Это сырая тележка. Рядом тележка с диджестивами. Очень серьезная тоже. Это виски, да? Да, это японские виски. Можно выбрать свой декантер. Если вы хотите декантировать вино, в каком вы декантере хотите это декантировать, и это тоже такой элемент. Театр, как минимум. Частный кабинет. То есть это можно снять для какого-то вечера, и сюда можно зайти с… Потайной? Да, с другой улицы. То есть если это какие-то супер-мега-вип-люди, там… Не проходя… Уходя-уходи, называется. Есть очень смешная тема. При этом лифт – это как бы многие не понимают, что он здесь просто был, потому что на нам парковка. Выглядит абсолютно дико. Вау. А пойдемте, Сергей, на кухню, где все это происходит. Волшебство. Хей. Здоровое. Здорово. 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 Здесь сейчас идет подготовка к ужину. Хлеб. Где мы печем хлеб, который мы с удовольствием сейчас ели. за какое мясо красиво все прямо это твое место да ты здесь всех знаешь я здесь знаю не всех насколько здесь приблизительно 200 сотрудников я давно есть глобально сколько 200 это очень много потому что с 7 утра до часу ночи это только в этом помещении это не считая магазина с магазином я давно уже поставила крест на том что я буду знать как кого зовут это макия нужно нажать на определенную кнопку на него понятно нормально чтобы увидеть это бар это моя самая любимая господи это божественная при этом дуб но его просто хочется наглаживать это так как последний раз на самом деле у этого бара есть на данный момент титул самый классный лист крепкого алкоголя в мире опасно это кухня которая работает 7 утра до часа так я это завтраки и обеды и ужины я человек не готовящая сильно я вижу это это очень серьезная история здесь был до этого ночной клуб вот здесь был такой вращающий станц пол это одно из самых знаковых здесь блюд это осьминог это паста 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 нереальная здесь тоже вот кто-то кто-то заказал утку сейчас там будет утка здесь дешево но здесь очень вкусно а вы местные жители и туристы нет мы туристы а мы местные жители а мы из крема тогда точно медиа не грады краб краб мягкий краб который не который не доплывает до крым самое главное надо его есть руками отказывайтесь от приборов его надо есть руками когда начинаешь его мучить вилкой и ножом это глупость хорошего вечера пока всего доброго нет никто не прикалывался нет они просто из крыма ковры значит если совершить молебен на вот этом коврике то будешь богатым я не готова это было город контрастов это москва это москва а легко быть русскими в лондоне то есть нет нет есть все равно что ну что там вы отравили скрипалей а ты что а затем ты замужем ты проще ну ты во первых не замужем на и что-то упали чучеваркин вешал вешал она прикрыта по всем фронтам подоехали сюда проститут вы не поверите куда мы сейчас направляемся мы едем в настоящую русскую баню в которой парятся кейт мосс джастин тимберлейт жени чичваркин и его прекрасная татьяна в центре лондона все это кстати происходит в лондоне строго спиной вы смотрите друг за друга лондон очень многонациональный город не все знают что после русских баня мы любим пить русский квас квас кайбай смыть или наши напитки это же квадрат это наш вот это вот это все наш монастырь он кусок пошел нахер без моих денег после бани вы понимаете так просто уже невозможно так взять и сделать вид что мы вернулись пообедать хотя бы даже не завтра кстати на мишлен чаще всего меня отпугивает вашем случае 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 притягивает и это видно что вода здесь как выстраивать сегодня отношения с антониной с первой супругой и мамой старших детей и жене насколько для тебя вот важно то что происходит потому что ваше ребенка брат сестры мне настолько нравилась концепция этой большой семьи мы там обсуждали даже что марта жене средняя дочка будет с нами как-то проводить какое-то время к сожалению был период наверное вот четыре года когда мы не общались вообще и это было дико тяжело более того я абсолютно чувствую свою вну за всю эту ситуацию несмотря на то что же они говорят что там если бы это была не ты это был кто-то еще он мне просто позвонил однажды утром сказал что все я ушел я абсолютно была к этому не готова и я абсолютно была не готова к этой ответственности за в первую очередь за то что так больно будет детям и я просто понимал что это из-за меня и мне просто хотелось вообще провалиться вот абсолютно честно и очень было здорово потому что вот мы сейчас праздновали день рождения пиарицы в сентябре там было где-то 40 человек за столом и первый раз приехали дети ярослав старший сын он сказал пожалуйста прости нас что мы так долго не объявляем рождения и нас приглашала каждый год я последний раз здесь был там четыре года назад это наша ошибка и там и просто заревели абсолютно все я хотела поговорить про березовского бориса такой он ты с ним дружил чувство юмора просто убийственное как он передразнивало и глумился надо нашими вождями артистичный артистичная двух двух человек знаю у кого получалось очень хорошо в маму то и уберезов но он это дело с уважением и абсолютно с презрением сделал плакат я тебя породил я тебя и уйму это последний у плаката с которым он стоял на протестные акции у посольства но у меня сейчас жалко без подписи у меня есть книжка которую написал соответственно радищев здесь издал герцен она была в коллекцию березовского теперь у меня путешествие там даже не называется из петербурга москва называется просто путешествие а как она у тебя оказалась купил березовского нет после смерти ты вчера рассказал что за несколько дней до смерти березовского ты с ним общался не смог пережить проигрыш в суде и потерю всех денег то есть проигравшим он просто не смог быть но это же честная была борьба нет суда справедливее чем британский хотя к нему тоже очень много вопросов но это как демократия худший из форм правления но остальные еще хуже как черчилль говорил так и про суд британия судят в интересах королевства в итоге в интересах королевства было что в деньги оставались у абрамович ну там был была феноменальная формулировка что березовский врет суду но суд уверен что он сам в это верит что во время гопа во время в нет во время подготовки к суду сам себя убедил в этом чтобы потому что если он врет суду то его нужно ну просто его разнести нужно чуть преступление и так далее ну вот поверили что он сам себя ввел в заблуждение но плюс у абрамовича крутые адвокаты плюс тот поставил все на это березовский абрамович сложил яйца по разным корзанам но он он очень мудрый тоже человек я обоих знала тогда с роман аркадьевичем до сих пор там встречаясь мы знакомы про березовская рассказала история своей юности как он он очень любил красивых девушек а так как в общем надо но он ему не могут он пингвину как и помните из бэтмена немножко пингвин которую типы даже уродлив ну днем была вот эта химоза который конечно делал невозможно я даже понимаю что там вопрос не только больших денег почему с ним оказывались это что рассказываешь утверждение что там была какая-то абсолютно ровно до самой смерти но ты понимал что что-то с ним происходит абсолютно ну то есть это было понятно это было глубочайшая просто клиническая депрессия если я не доктор ну там не нужно быть доктором чтоб понять он игрок и он проиграл ну все равно жалко узнать вот это так странно это всегда грустная история потому что я не знаю где правда нет он конечно был злой гений игрок насколько злой по сравнению с нынешними далекими от понятия гения удача не может тебе сопутствовать всегда если ты не не это может быть но тогда она не можете попасть а вот если подбрасываешь монетка если монетки все складываешь в одно место аккуратно то она скорее все эти будет спасать спасутся всегда а если ты его все время подбрасываешь 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 в какой-то момент она все-таки встанет на ребро или повиснет в воздухе что хуже ты складываешь монет я складываю самое необходимое я тоже я то разбрасываю то собираю камни иногда Когда собираю, ко мне меньше, чем разбросал. В основном каждый раз в два раза меньше. С каждой итерацией новой. Поэтому мы и подружились. Если совсем честно, это был единственный страх перед нашей встречей. Но он не оправдался, я в восторге. Пойдёмте, выпьем виски. Хороший тост. Здесь чисто гипотетически, тебя не хватает. А, все знают эту песню? Чисто гипотетически, вот это место. Здесь, вероятно, мы что-то откроем ещё. Это самый большой ассортимент в мире на продаже. Ну, сколько бутылка, допустим, 50-го года? Год рождения моей мамы. Лучше не смотреть. Не, я хочу знать о маме сообщу. 41-300. Фунтов. И вот человек приходит и говорит, я хочу вот 37-го года. Да, дайте мне скидку. Здесь... А мы говорим. Нет. Нет. Ну, небольшой. А ты говоришь... Доставочка. Доставочка. Ну, может, бутылочка у бургундского какую-нибудь. Нет. Закал шампанского. Пойдёмте посмотрим. Внизу красная вина. У меня прямо там эти магнумы... Нет, шампанского. Да, шампанского. А, вот шампанского. Ну, что же. Тут, конечно, для многих... Проблемка. Не проблемка, это счастье. Крюк коллекшн 59-го года. 59-й год. Вот это космос. Это стопроцентный космос. И это точно одна бутылка в мире. И она вот так. Где? Вот она, крюк коллекшн. Все посмотрели на обувь. А вы что-то посмотрели на себя, и все посмотрели на Жене на обувь. Ну, что, мы в раю. Наталья Синдеева, это моя самая любимая история. Она говорит, ну, Женька, ну, скажи, ну, это же нечасто покупают. Я когда-то давно, когда я ещё вот тогда могла себе это позволить, но когда это стоило там тысячу или две, когда там был бизнес. А сейчас это всё какой-то космос. И заходит наша китаянка Су Шерн вместе с небольшим, невысоким человеком, с непроницаемым лицом, который подходит и вот так вот покатит пальцы. И всё забирает. Всё полкуча. С карты 250 кей. Есть ещё мужчина в китайских селениях. Наташа Синдеева что тебе на это сказала? А, говорит, построено всё. Это сейчас была постановка, да? Да, постановка. Наташа, это была не постановка. А вот, кстати, лёгкое немецкое вино и недорого. Мы приехали на Бильнес-гейт-маркет. Я ненавижу рано вставать. Я себе давал за руку, когда торговал на рынке, что когда я буду богатым, богатым для меня это тогда было несколько тысяч долларов, я никогда не буду вставать рано. И всю дорогу я встаю рано по тем или иным причинам. Здесь в 7 часов уже нечего делать. То есть по большому счёту вот сейчас где-то 4 утра. 4 пол пятого. Самый лучший выбор. Меньше всего всяких людей, празднущих натающихся. Какие-то оптовики, рестораны и прочее. Ещё кое-кто не распаковался. Это рыбный рынок. Здесь свежий улов, грубые мужики, конкретные. Всё, что мы любим. В общем, мы сюда. Если людей снимать, я бы спрашиваю. Ну, я бы спрашиваю. А рыбу можно снимать? Рыбу можно снимать. Ой, какая красота. Ну, вот это вкусно, это солнечное. Скорее всего, мы купим какой-нибудь вот такой. Мы пойдём посмотрим, может быть, ещё больше найдём. Я сегодня для вас сделаю соус. А он мороженое? Нет, оно свежее. Она просто на льду. В этом вся прелесть ломится и радует. А так продают угрей. Это проливной шкаф, и в нём угри. Вот, видишь, лежат угри. Это местный монополит. Страшно подумать, сколько они делают с этого шкафа. Акула. Акула. Это, кстати, красиво. Это нет. How much is the... 4 pluses of 20 pounds a kilo. It's 4 kilos, yeah? 4 kilos. Can I have the big one? Yes, sir. 5,5. Wow! Они думают, что мы французы, и с нами попрощались по-французски. Типичные. Проходим. Слошар, блядь. Я сегодня сделаю вам соус. Он делается за 2,5 часа. Если всё правильно сделать, то его даже добывают на рыбу иногда. How much is it? Одна сучка, один суток. Ну, сколько мы возьмём? 6? Для старта. Can I have just 6, please? 6, 7? Yep. Sorry. Это мы все жертвы Инстаграма. Thank you so much. Thank you. Гребешки нам нужно... Это гребешок. Мы его сегодня будем съесть. Ну, вот такое место. Это странное место Камчатка. Такие суровые мужики. Ты не представляешь, когда открывается метро, что здесь происходит, и эти люди уже всех ненавидят. То есть потом будет какая-то пробка на въезд здесь в пятницу, какие-то люди здесь, где-то паркуются, менты, вот эта вся херня. Рубки так приятно пахнут. Я же в 6 утра обнимешь холодными руками тёплую Таню рыбными. Я же в 5 утра. А сколько дел уже сделано? Я же в 5 утра. Это запах. О, какая. Это бабушка мне такие пирожки делала. Мои курасаны стоят. Френч Таус. А, это вот то, что мы ездили с блюбер и компотом. Да, это очень хорошо. Bye, Слава Мир. Thank you. Thank you, bye. Важно, чтобы человек, который делал хлеб, был вот такого нрава. Конечно. Ты что, понимаешь? Вот он абсолютно... Он улочки. Да, вот у него такой характер. Ну, он... Да, он... Вот я не представляю. Вот этот человек... Теплый, большие пальцы. Всё, просыпается Лондон. Вторая движуха. Тут 5 утра без двух. Посмотри, что творится. Автобусы... Чтобы здесь выделиться, надо очень постараться, и то вряд ли получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас едем на обед Дженни к Татьяне. Он нам запретил есть. Запретил. Сказал, ребят, делал чего хотите. Вы... Я спросила, можем ли мы хотя бы что-то выпить. Выпить разрешил. И всё. За наш прекрасный Лондон. И спасибо Жене Чичваркину. Я верю, что с таким талантом человек добьётся максимального... Максимальных результатов. Тем более, его партнёр в этом бизнесе, в проекте, его прекрасная... Не жена, но любимая девушка и мать его дочки Алисы, Татьяна. Мне кажется, что у них всё получится. Ну, что, пошли? Не пускают уже. Говорят, нас нет дома. Выключили свет. Сейчас будут одни наши улыбки есть. Но мы так не сдаёмся. Кыш, 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 кыш. А вы уже у нас прятались. Свет выключили. Привет, Алина. У Жени есть несколько хобби. Два из них мне очень близки и понятны. Женя фантастически вкусно готовит. А второе хоббит – это игра в поло. Это очень аристократичная игра. И он играет с самим принцем Гарри. Хорошие лошади стоят страшные деньги. Глаза такие, насыщенные, большие глаза. И не очень большой мозг. Надо это просто понимать. А глаза такие выразить? А глаза выразить? Влажные, такие томные. А у тебя кобыла? У меня восемь. Восемь. Ну хорошо. Кто? Восемь кобыл? Восемь кобыл? И так и так. Это твоя лошадь? Что? Твоя лошадь. Да. Более-менее держаться в селе. Наверное, через года-полтора, после как начал. Но я до сих пор, в общем, не очень правильно это делаю. Условные коптили у нас вот здесь. Ты поджег? Очень условные, да. Вот здесь вот уже делается. О, да. Они уже готовы. Последний выход. Второй. Финальная стадия. Этому рыбу поставим минут через 15-20. Пчел сижарен басу. Учертен носу. Вот такого сочетания ты мало какой ресторан можешь позавидовать. О, смотри, как красиво. Торчат? Торчат. А потом открываются. У меня еще могут сокращаться мышцы. Мы все едим живой, мы живодеры. Революция без жертв, ничтожная ложка. Я как горбушку хлеба все режу. Как некрасовский мужик. Что у тебя на руке? Да ничего. Как-то ничего. Там просто сначала было сердце, потом я их мазала и не осталось вкусом. Осталось что? Точка. Это Даша, да. Это основа для соуса. Заливай. Все, 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 все. Везде, 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 везде. Раскладывай веточки. Вот везде. В разных местах. Возьми соль и рассыпь вот так просто. Будет очень красиво везде. Что? Помоги мне. Давай-давай, давай. Дальше, 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 дальше. Оуу. Ну, трабочки. Вера. А внутренне? Что мы будем? А внутренне чеснока положить немножко, конечно. Хорошо, что ты напомнил. Ты молодец. Молодец, су-шеф. Ага. Ну, хвостом придется пожертвовать. Боюсь, этот нож не ставится. Я в целом умею открывать. У меня таких просто не было. Больших. Пустите маму родную. Идет лейба. О, да. Спасибо, что я не могу. Чистый коллаген – это визишка вот эта. Всем остальным девочкам – это чистый коллаген. Давай за нас, за северный коллаген. Мне кажется, что Лондон и люди есть хорошие продукты, и есть вкус к жизни. Люди творят чудеса. Отчет о проделанной работе и планы до конца. Коллаген убирай. Мне кажется, выходные удались, да? Сейчас четверг. Друзья мои, спасибо вам за приют. Спасибо. Спасибо. Зачем это делать? Скажи, пожалуйста, сразу. Пойдем. Мы хотим жить и работать в своей стране, приносить пользу себе, таким же, как мы. Распространить все самое лучшее, доброе, могучее, блядь, вечное. Только без ваших, блядь, погонов, блядь, ваших прокуроров, ментов и прочих уебков. Мы за будущую нацию. Но пасаран. Редактор субтитров А.Семкин